котики мои всем привет а давайте-ка сегодня поговорим о наращивании корней у фаленопсисов только без всякого хайпа мне не так важны просмотр и мне очень важно чтобы ваши орхидейки жили мне очень многие пишут и говорят вот я там обрезала все корни насмотревшись обрезала все корни и цветок загибается до тургор листьев потерян все все как бы не очень хорошо но бывает такое друзья не нужно да как бы я не люблю знаете что я не люблю я не люблю когда убивают цветок они во первых очень дорого стоят а во вторых мы не имеем права убивать цветок своими прихотями в том плане а давай-ка я отрежу листа давай-ка я отрежу корни а почему бы нет а давайте вот нам что-нибудь отрежут нам будет хорошо нет то же самое абсолютно всем цветочкам растениям в мире но это мой такой вот кодекс чести цветочный а вы уже сами смотрите пожалуйста как вам ваше сердце подсказывает так вот друзья я много много лет у меня матюша болеет мы сидим дома кашляем слава богу сопли нет но кашель такой нехороший вот мы дома сидим друзья ну ладно он вам всем передает привет сказал всех любят но кашель душит и поэтому не может говорить многие из вас кто меня давно смотрит знают что я много-много лет использую прибав экстра это весна ранее и осень осень когда еще тепло и окна открыты чтобы циркуляция воздуха была очень хорошая чтобы они просохли то есть я опрыскиваю стволик развожу одну ампулу вот здесь один миллиграмм это производство компании август это не реклама почему не показать хорошее средство без рекламы но она правда работает какая реклама и многие из вас знают что либо в экстра супер работает раньше они были в стеклянных таких ампулах сейчас такой пластмасски идет но при этом работает очень хорошо ничего не поменялось просто поменялась упаковка вот вот такой один миллиграмм я добавляю на полтора литра воды и опрыскиваю опрыскиваю со всех сторон вода льется это не очень хорошо друзья просто учитывайте свои условия квартирные там в доме вы живете на улице на улице вообще супер до циркуляция воздуха шикарная я живу в квартире у меня небольшая циркуляция воздуха но большое окно то есть я открываю окошечки окошки то есть вот я сейчас вам покажу да у меня вот здесь открывается окно и с другой стороны напротив открывается окно вот так вот и открывая включая вентиляторы друзья у меня 5 вентиляторов на каждой полке они дуют получается быстрее идет просыхание и меньший риск загнивание стволика вы должны учитывать это у каждого все индивидуально одинаковых нет вот я опрыскиваю развожу на полтора литра добавляю этот один миллиграмм ампулу прям кидаю туда выжимаю кидают туда там же остатки остаются в ампуле вот кинула разболтала там такая пенка появляется и начинаю опрыскивать это я делаю в ванной опрыскиваю стволики вот с этой стороны переворачиваю с другой стороны все течет попадает туда в горшочек попадает на корешочки внутри горшка и все это вместе работает друзья бывает вот смотрите фишка в чем в этом году у меня полезли корни где-то спустя месяц предыдущие года лезут корни через неделю через две недели у орхидей в этом году хоть и у меня у каждого цветочка на него светит лампа но в этом году позднее позднее весна вообще нету весны будет вот уже 1 мая весной не пахнет то есть холодно дожди идут ну вот и поэтому корни задержались все равно все это влияет хоть мы может быть и не видим что-то но все это влияет и после использования ребов у меня начался такой интенсивный рост у фаленопсисов сейчас скажу 85 процентов у всех пошли корни у 15 но они совсем больняшки друзья и их даже показывать не буду я их покажу обязательно и буду прям бить в ладоши ура ура у меня получилось эльбов помог но сейчас пока нет но им плохо я не многие забрала у галины до галина ушла и коллекция какая-то часть досталась мне и там был клещ все как бы нет они растут все хорошо но пока вот так 50 на 50 поэтому я не хочу показывать я покажу как работают корни у тех даже у которых я недавно их купила я все ссылки все подсказки оставлю наверху в правом верхнем углу можете посмотреть ну вот я прям вспомню какие ролики я показывала снимала и вам покажу давайте посмотрим смотрите вот у меня есть вот такой прекрасный фаленопсис у него на горшке подписано название я не помню друзья я вообще их не хотела доставать вообще не хотела показывать ролик почему потому что я сейчас их буду крутить и какие-то корни ушли в кору я их поврежу сто процентов ну сто сто один процент ну я их поврежу потому что мы их крутим вертим болтаем и корешочки травмируются вот эти зеленые кончики это не есть хорошо друзья я поэтому редко что-то показываю я меньше лезу друзья здесь есть и реанимашки есть и мои домашние которые потеряли корни и есть который я только-только купила и где я покупала я вам показываю как раз вот там вот 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 этот вот я покажу это помните мы восстанавливали восстанавливали тургор в перфорированном пакете вместе с вами вот смотрите у у всех хороший тургор посмотрите как интересно растут корни друзья это один фаленопсис один я не знаю они вверх пойдут естественно такая вот ромашка и вот там тоже идут корни друзья почему растут у меня такие хорошие жирные корни это хорошие жирные корни на самом деле я сейчас вам покажу знаете почему потому что я использую удобрение для роста это органические удобрения удобрения чуть-чуть совсем капелька там две капли на литр воды я проливаю проливом обязательно два раза месяц я их кормлю вот такие вот корни вот я сейчас видите болтаю и в любом случае буду повреждать корневую вот это белая на коре это соли от удобрений от воды я вообще не парюсь у меня знаете ну один корешок может закуклиться от этого все остальные все нормально ну как бы раньше я покрывала мхом и со временем со временем у меня начинали гнить стволики от мха почему потому что у меня полив поддон бывает проливом смотря каким удобрением с каким препаратом я пользуюсь да поэтому все индивидуально пожалуйста не глупите даже те я оставлю ссылочку даже те которые без корней остались я не сажаю в стаканчике водичку там неважно во что я сажаю в кору и использую препарат рибафф я просто хочу вам показать я не знаю но многие пишут что работает многие пишут пишут не работает и ребят я уже лет 5 его использую и никакого обжигания корней вообще ничего вы скажете а идут ли корешки в горшок внутрь друзья пойдут видите тургор хороший у цветочков это что означает это означает что корни есть в горшке в коре в чем вы там выращиваете а или у вас стопроцентная влажность чтобы такой был тургор у листочков нужна стопроцентная влажность вот это тот это у меня уже будет домашние цветение с боковых цветоносов выдал и это тоже друзья не мой это галины вот это вот пятна пожалуйста эта обработка была от клеща видите корни пошли так вот я сейчас буду крутить я очень обижусь если я сломаю видите вот вы скажете некрасивый листочек это я его так сейчас матюшечка сейчас зайчик забрала вот лист у меня растет так я тут подготовила неудобно наверное будет доставать а помните вот этого красавца с мусорки вот эти два листа без тургора три вот один желтеет я его не снимаю он сам отвалится и потом когда останется чешуйка такая сухая сухая я сниму аккуратней от аккуратненько пинцетом и все а так я не снимаю вот он желтеет я никогда не снимаю и вот у меня выросли вот эти два листика и у них хороший тургор видите у нас так мне наверное надо будет снимать а то я сейчас сейчас секунду вот они корешочки это тот с мусорки помните это первое первые были которых было шесть штучек которые у меня уедут видите здесь мох лежит потому что ему конкретно было плохо ну в том плане что тургор сопли были не сопли сопли не было я имею ввиду ну таки бе-е-е висели листочки совсем ослаблены сейчас тургор потерян но при этом ничего страшного у нас растут вот эти вот два листочка и эти корни эти листья они наберут тургор обязательно но они такие морщинистые будут всегда ну никак по-другому но видите какие жирные корни они действительно жирные вот половина моего пальчика да многое зависит от сорта есть корешочки тоненькие у фаленопсисов есть жирненькие но когда кормишь органическими удобрениями но это для роста друзья азот питание я не хочу чтобы они сейчас у меня зацвели я хочу чтобы они выжили правильно видите какие у нас хорошие корни корни и они уходят в землю о не в землю а кору в субстрат это тоже с мусорки друзья это тоже малышка с мусорки и у нее чуть-чуть корней мне самое главное не в горшке они уйдут от стволика они уйдут в горшок ну один два конечно три будут воздушными а остальные уйдут в горшок здоровые от стволика это была друзья а вторая когда мы с мусорки с матвеем забирали это когда сильный сильный мороз был но у нее никаких соплей не было она не заболела я ей ничего не отрезала и вот такие вот корешочки друзья пока я вспомнила то вы же знаете забываю смотрите ребов сейчас помните я показываю в ролика что в леруа самый дешевый ребов он был 22 рубля все нету мне кажется блогером нельзя показывать никакие рекламировать никакие препараты потому что сейчас он в леруа 28 рублей вот так вот хотя можно сказать что сейчас будет весна посевочный сезон и все такое ну не знаю он подорожал обидно больше не буду показывать лучше пишите мне и спрашивать свет где подешевле ребов я вам буду тык-тык в комментариях отвечать не знаю но как-то не очень так и этот фаленопсис у меня от галины посмотрите вот ребава какие растут корешочки видите друзья я однолюб вот многие из вас мне пишут попробуй этот препарат для наращивания корней и этот этот зачем мне рыбки мои пробовать да если я влюблена в один чудесный волшебный препарат зачем мне другие я правда однолюб я не люблю эксперименты ничего-ничего я не люблю когда мне там многим ну не важно да я люблю вот я испытала все супер работает и вот много-много лет я с ним работаю и вам советую друзья аналоги рибава есть есть ой не помню друзья но напишите пожалуйста в комментариях как аналог рибава тоже компании август зонт фитозонт как-то что-то такое видите какие у нас корешочки какие-то уйдут в кору какие-то будут воздушными ничего страшного нам все пригодятся но у всех хороший тургор друзья вот это вот беленькая это не мышнистый червец нет нет это была обработка от клеща я обрабатывала и галины и свои и все подряд а помните друзья мы с вами вот с этим фаленопсисом проводили эксперимент покупала я его в твоем доме я подсказку оставлю верхнем правом углу когда мы надевали перфорированный пакет возвращали ему тургор вот я пыталась восстановить цветение его это у нас по типу шоколад я даже записала название мне так никто не сказал я записала по типу шоколад но я просто так помню да что вот он у меня такой главный герой 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 был в каком-то из роликов вот я его купила да но не так давно когда но грубо говоря месяц назад у нас я естественно обработала рябовчиком смотрите у нас растет корень у нас растет вот такой лист у нас тургор а вот у него было замятие листа вот этого видите и вот эти вот вмятинки остались видите но тургор поверьте мне шикарный огурчики позавидуют вот у нас полез здесь корень там у него были хорошие корни просто он был не напоин это хорошо когда в магазинах не поливают вот смотрите у нас здесь тоже растут корни от рябовы прям раскуклились смотрите какие красивые пики вот такие вот корешочки под листиком я еще не видел я не все достал и друзья а этот сломанный был корешочек это старый вот новые видите вот раскукливается даже не раскукливается а на старом корешке растет новый корешок так сейчас еще покажу но он хорош хороший хороший малыш такой красавчик ох матюшка матюшка час сыночка а вот это у нас оба друзья это оба многие многие мне некоторые пишут девчонки что они купили в идеальном состоянии и у них все супер у меня пока не было такого как бы да все супер мне приходится заново наращивать листья корни вот у нас вот такие вот остатки корни а поверьте мне у меня был хороший фаленопсис вот это пятно не растет вот эти листья растут уже у меня видите раз листочек и два листочек видите вот здесь белая и это обработка от клеща было и вот уже после обработки пошли корешочки расти и вот такие вот у нас корни вот я сейчас болтаю друзья это не есть хорошо это все ради вас чтобы показать что весна плюс рябов 85 процентов у всех полезли корни даже у таких вот проблемных до через месяц почему потому что ну весны то нету только написано на календаре что конец апреля уже сегодня 1 мая видите вот эти корешки пойдут в кору субстрат шея у него естественно длинная потому что много-много было листочков я не боюсь белых соли ну мои корешочки не боятся налета на коре и ее можно всегда перевернуть вообще душем теплым смыть и все такое можно снять сверху убрать эту кору положить новую вообще не проблема я лишний раз не лезу и мхом не обкладываю нет друзья вы должны обкладывать вот если у вас совсем сухо до в квартире там у меня увлажнитель работает ну быстро пересыхают да супер мох вы живете в теплой стране я живу в городе в котором практически ну нет солнце лето да там совсем чуть-чуть два-три месяца максимум поэтому у меня начинают гнить стволики сразу говорю хотя мха у меня много но я могу сажать в мох я вам покажу какие я сажаю в мох в следующих роликах своих вот видите здесь есть какие-то корни плохие какие-то хорошие друзья вот у нас растут на хороших корешках вот там ну у меня не фокусируется корешочек растет потихоньку потихоньку мы будем жить просто вот попробуйте для меня рибава лучше нет так еще красавчик этот красавчик этого красавчика друзья я залила это мой я его залила и у него сгнили все корни то есть у него корней не было был потерян тургор потихоньку я стала его отпаивать поставила в сетку вот есть ролики где я показываю как я насаживаю на него сетку и тургор потихоньку восстанавливается было совсем чуть-чуть корней домашних практически все сгнили и потихонечку начали там три-четыре корешка было да и потихонечку вот нету корней где-то есть но совсем чуть-чуть и много-много вот гнилых видите потихонечку начали расти начал восстанавливаться тургор и вот что у нас происходит едите ему даже делала опору потому что он тык тык болтался со всех сторон и вот у нас растут корни и сейчас многие из вас напишут что когда корешки достигнут коры они начнут закупливаться но не закупливаются друзья на честно вот честно раньше мне все говорили вот там надо убирать верхний слой третит и можно да можно но друзья я больше не лезу и у меня ничего не закупливается бывает бывает но это знаете от чего бывает когда я пальцем полезу дотронусь до кончика корешочка все 99 процентов закупливается а так нет но конечно мы все индивидуально и у каждого свой подход и покажу вам последнего на сегодня красавчика а многие мне в комментариях девочки писали что неразбавленным рябавом мажут ну кисточкой берут неразбавленный рябав и промазывают шею я пока не пробовала но обязательно попробую и покажу обязательно какой будет результат но пока не в этот раз но но обязательно попробую спасибо друзья за советы я много много лет использую один один миллиграмм на полтора литра воды опрыскиваю но попробуем помазать так смотрите это то орхидейка с помойки которую второй раз мы пошли с матвеем забирать у нее вот этот лист я отрезал он мог но он мог да такие сопли уже были бактериалка бактериалка не пошла дальше я тогда антибиотиком замазывала две таблетки тетрациклина брала толкла в порошок капельку воды и замазывала всем средств все супер не пошло но мы желтим но мы друзья желтим этот лист не так давно совсем совсем чуть-чуть где-то недели две но я конечно сейчас шевелю их не очень хорошо но смотрите друзья потом он отвалится вот здесь он отвалится и останется вот эта чешуйка чешуйку я возьму с этой стороны пинцетом потом с другой стороны пинцетом когда я вот они не всегда так легко отдираются ногтем пальчиком я пинцетом с этой стороны с другой стороны и оттягиваю и их ну снимаю если она снимается друзья если она такая вот конкретно плотная я не снимаю все равно корни пробивают эту чешуйку тяжело они вверх пойдут и вниз и все равно они вылезут поэтому я не сильно переживаю вот такие у нас корни видите корней очень-очень много мы будем жить друзья видите они уходят в субстрат вы видите что субстрат белый с соляным налетом каким-то там от воды хотя я фильтрую отстаиваю от удобрений но ничего страшного они не закукливаются видите бывает бывает закукливаются но не все поэтому я не лезу вообще я не отрезаю гнилые корни сухие корни короче я так вот сажаю я оставлю ссылочки можете посмотреть как есть и вот вот так вот получается поэтому друзья как бы смотрите сами их много я просто друзья не стала тащить всех со стеллажей почему потому что ну не очень не хочется их тревожить я все равно вот видите шатается сейчас сейчас хоть малейшее дотраги малейшее касание и все мы закупаемся поэтому вот так ну вот так мои рыбки попробуйте попробуйте друзья рыбов многие девчонки живут за границей да и пишут вот у нас рыбова нету и они покупают на ebay очень дорого очень дорого друзья ну поищите состав да конечно здесь будет плохо видно да мы не можем сфокусироваться но наберите в гугле в интернете в любом браузере в котором вам в котором вам удобно пользоваться просто ребав экстра вам откроется его состав напишите ребав экстра состав вот эти все составы на своем языке у вас откроется хотя бы один препарат но он будет похож на ребав экстра друзья не бывает так мы друг за дружкой повторяем да все страны поэтому ну 99 процентов что аналог ребава экстра у вас будет ну да называться будет по-другому там какие-то какой-то состав будет отличаться но не весь самое главное будет в препарате ну не знаю я не умею красиво говорить да но надеюсь вы меня поняли если не поняли пишите в комментариях а я пошла лечить матюшу все матюшка вам привет передает всем пока до скорых встреч любим вас и и и и и